Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я снимаю влог про то, что я купила, собственно, на день, который вы мне надонатили. Вы мне донатили на доску, но я купила еще к ней принадлежности и заказала с Алиэкспресс микрофон. Еще мне пришло вот такое письмо, я его чуть-чуть помяла. Вот, а без... бескровное, ваю. Вот, я его открыла, да. И тут очень интересные штучки есть. Я прям... вот насчет этой картинки прям я даже не знаю. Она забава. Итак, тут написано... Переводить это, конечно, не буду. Но я, ну, забью это в переводчике, потому что я не очень хорошо знаю английский. Но вы уже поняли, наверное, даже по моему произношению. Вот. Также тут есть такая карточка. Я это тоже повешу себе на фон. А, и, кстати, да. Ой. Ой. Еще я распечатала, наконец, вот эту картинку. И она тоже скоро будет красоваться на этом прекрасном черном фоне. Как только я вытащу из-за дивана кнопки, которые мне туда сбросил кот. Я просто подвину диван и достану их. Вот. Вот эта карточка. Она с веревочкой такой. Как-то называется. Джутовая, по-моему. Тоже вот где-нибудь вот тут, наверное, где-нибудь будет висеть. И еще три карточки. Первая. Вторая. Третья. Сзади них написаны... Спасибо, что на русском. Слова. Я люблю этого актера за неповторимую мимику. И тут котик. Кстати, я так поняла, что это вырезано то ли из какой-то фотографии, то ли, я не знаю, ну, честно говоря, я не знаю. Потому что у меня просто к ней пальцы прилипают. Это обычно бывает, когда я трогаю пленку. Вот это вот вторая картинка. Я приближу, конечно, за качество не ручаюсь, как приблизиться, но... И на ней написаны искренние эмоции. И на третий написано милую улыбку. Пес дан дэха и ла. Спасибо большое. Это очень мило. Я надеюсь, что это все-таки адресовано мне, а не героям, которые изображены на карточках. Это очень приятно. Я очень люблю получать письма. И этот конвертик, хоть он и помятый, я его положу в альбом, он расправится. Я сохраню его. Потому что мне... Ну как? Это первое письмо от подписчиц, от подписчицы, от подписчика, от подписчицы, да, которое я получила. Спасибо. Итак, начнем же обзор на то, что мы все-таки купили. Итак, к сожалению, анбоксинг этой доски нам пришлось сделать в магазине, потому что там были доски наполовину из пробки, наполовину из как раз-таки вот такой вот нужной мне маркерной части. Вот у меня коты прыгают через весь мой хлам в комнате. Вот, в общем-то, купила я эту метро. Конечно, с помощью мамы, потому что мама меня везла в метро, и она помогала мне доставлять все это домой. Вот, тут лежит вот такая вот досочка. Вот, вот, у меня, видите, прям можно камеру оставить и тут делать, ну, мультик, мультик, да. Я ее, наверное, никуда не повешу, и буду делать мультик, как делала, когда была в третьем классе в Союзмультфильме. Снимались там покадрово, но я, наверное, буду снимать видео и просто его ускорю, и потом озвучу. И, скорее всего, это будет более трех частей, поэтому, наверное, я даже создам для этого, ну, альбом на канале. Вот, с доской мы разобрались, коробочка от нее. Коробочка мне тоже пригодится в чем-нибудь, я уверена, не барахольщица, я художник. Так, художники подбирают всякую дрянь, чтобы из нее потом сделать что-то красивое. Итак, продолжим. Также к этой доске я купила вот такую губоньку. Губонька, губонька. Смотрите, в чем прикол. Короче, ну, она стоила, ну, не скажу, что, в принципе, дешево для губки. Были губки, конечно, по 30 рублей, и эта стоила, по-моему, рублей 150. В чем ее прикол? Мы берем эту доску. Опа! А это очень хорошо, потому что мои кошки не скинут и не раздербанят эту губку, потому что она магнитится. Эта магнита они не достанут. Также был куплен вот такой вот маркер. Это маркер специально для этой доски. Надо было, наверное, 2 или 3 сета купить. То есть я купила, ну, подумала, что да, вот мне нужно еще несколько цветов. И я купила вот такую штуку, но потом дома прочитала, что она, ну, короче, для дисков. Для надписи на дисках. Но это не беда, потому что я такими фломастерами, маркерами подписываю теперь баночки с тенями с обратной стороны. То есть они мне все равно пригодятся. По крайней мере, пока я не сделаю, ну, как-то, говорится, там, короче, наклейку с именем, цветом, а я ее еще не сделаю. Вот. И я купила магнитики, чтобы, если что, на эту доску можно было бы прикрепить либо ваши рисунки, либо там еще что-нибудь, если мы будем устраивать конкурс. Короче, фотографии победителей или ники победителей. Короче, придумаем. Главное, что это есть. И я не удержалась и купила вот такой вот прикольный, ну, из-за оберточки я купила что-то непонятное. По-моему, это батончик со вкусом кокоса. Да, батончик фрутового ягодного со вкусом кокоса. И я подумываю пособирать фантики от таких вкусняшек, ну, типа, из-за упаковки. Опять же. Вот. А это, конечно, еще не все. Я купила микрофон, и я его покажу вам уже, когда он придет. Вот. И это все ушло, ну, на это все ушли донаты. Вот. Также, если кто не знает, у меня 27 октября день рождения. Я скорпиончик. И я оставлю ссылку, ну, на донат. И если кто захочет, может, типа, зайти в мою группу, нажать, там, помочь материально, да, денежкой. Можете надонатить. Если не надонатите, если просто меня хотя бы в комментариях поздравите, это будет очень здорово. Ну, я постараюсь ответить каждому, если это будет волосы. Если в комментариях, то я просто напишу общую благодарность для всех. Вот. И я хочу запустить конкурс на мемы. Ну, если вы сделаете мемы со мной, можете загрузить в папку в моей группе. Вот как раз в группе канала. Вот. И мы потом будем выбирать лучший мем. Я считаю, что мемы – это очень хороший способ подстебаться, ну, даже вот над собой. Именно поэтому я хочу устроить этот конкурс. Из призов будет либо любой подарок в ВК, ну, который захочет, человек, конечно, там, но в пределах M-ной ценовой категории, но потом договоримся именно с этим человеком, либо любой пак стикеров, который также выберет человек. И, разумеется, я это подарю как бы не как анонимный пользователь, то есть, если что, у вас будет видно, что подарила Герда Джетли. Вот. И я надеюсь, что этот конкурс вас как-нибудь развлечет. Если что, я продублирую условия в группе, вы можете это репостнуть, типа позвать друзей проголосовать за себя, если они будут состоять в группе, если им это реально будет интересно. Вот. В общем, такой небольшой ложек. Я, наверное, даже ничего врезать не буду, я сразу его залью. И давайте, давайте, наверное, тогда уже прощаться. Я надеюсь, что очень скоро вы увидите первую часть Draw My Life. Я попробую их поделить по времени, типа, чтобы видео было там 5-10 минут, не больше. И, возможно, или, возможно, просто, ну, как-то обозначу разные, разные периоды своей жизни и буду рассказывать вам. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Я безумно счастлива, что вы меня смотрите. У нас за 3 дня прибавилось 100 человек. Это круто. Это очень круто. Спасибо вам. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока!